Институт физики Ваши вопросы постарается ответить проректор по образовательной деятельности КФУ, директор Института физики, доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Альбертович Таюрский. Напоминаю, что свои вопросы вы можете задавать в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. Ну а прежде чем мы перейдем к вопросам, я предлагаю посмотреть короткий видеоролик об Институте физики. Продолжение следует... Кафедра астрономии и космической диадезии Это уникальная кафедра на физфаке в Институте физики. В Институте физики мы создали высшую школу пубертинических систем и прикладной электроники. Традиционно Институт физики всегда занимался исследованием новых материалов. Здесь мы исследуем совместно с нашими японскими коллегами эффекты при очень низких температурах. Это мотивирует тебя заниматься этим в будущем, и тебе это начинает нравиться, и это классно. Ты понимаешь, что физика – это круто. Наш институт дает прекрасную возможность как и в развитии себя, как и в научной деятельности, так же и в культурно-массовой. Институт физики – это отличная площадка для молодого ученого заниматься научной деятельностью, и это восхитительно. Ну что, посмотрели мы такой видеоролик, и поэтому Дмитрий Альбертович, Слово, в принципе, вам расскажет об Институте физики, как о такой структурной единице Казанского Федерального. Спасибо. Добрый зимний день всем. Поздравляю всех с наступившим Старым Новым Годом. У нас, правда, впереди еще будет наступление двух праздников. Это 8 февраля будет официально объявлено, что 2021 год в Российской Федерации является годом науки и технологии. На 12 февраля наступит Новый Год по восточному календарю, и тогда мы уже окончательно вступим в 2021 год, в год, в который вам нужно сделать свой выбор. Чему учиться, где учиться и у кого учиться. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, позвольте мне очень коротко сказать о том, что мы сегодня живем в мире, который в научной литературе, но и в околонаучной литературе называется VUCA-мир. От английских слов volatility, uncertainty, complexity и ambiguity. Это сложность, нестабильность, неоднозначность и неопределенность. Когда вы выбираете свою будущую профессию, вы, конечно же, думаете, кем вы будете работать, где будет развиваться ваша карьера, в каком направлении будет развиваться ваша карьера. Конечно, стандартные ответы на вопросы по образованию в университете, в классическом университете, это мы готовим ученого-исследователя, инженера-исследователя, инженера-разработчика, преподавателя. Можно этот список продолжать, но для нас самое главное в институте физики, это подготовить специалиста, который был бы конкурентно способен в быстро меняющемся мире. Он был способен отвечать на вызовы времени, работать в условиях сильной неопределенности, принимать креативные решения. И в связи с этим я хотел бы напомнить, что вот завтра, 15 января, мы будем отмечать 90-летие выдающегося выпускника физико-математического факультета Казанского университета, почетного доктора Казанского университета, академика Камиля Ахмедовича Валиева. Я не знаю, знаете ли вы это имя, знакомо ли оно вам, но это основатель отечественной микроэлектроники. Вся микроэлектроника в Советском Союзе и последовательно в Российской Федерации была фактически создана под его руководством. Он получил прекрасное фундаментальное физико-математическое образование в Казанском университете, занимался фундаментальной наукой, а в 1964 году решил, что надо ответить на вызов времени, который тогда стоял, и нужно было создавать производство микроэлектронных сем, полупроводниковую электронику в Российской Федерации, тогда в Советском Союзе. И занимался этим на протяжении практически всей своей жизни. 12 лет работал по закрытым темам, потому что прежде всего были работы на оборонный комплекс. Первым в Советском Союзе, первым в Российской Федерации заговорил о квантовых компьютерах, о квантовых вычислениях. Это все благодаря тому, что человек был широко образован, получил фундаментальное образование и смог работать в тех отраслях, которых даже не представлял. В Институте физики реализуется у нас двухуровневая подготовка по двум трекам, скажем, это бакалавриат плюс магистратура и так называемый моноуровневая подготовка специалитет. Все эти названия образовательных программ в области бакалавриата, магистратуры и специалитета вы можете найти на сайте Института физики. Я не буду сейчас перечислять, каждый по своим интересам сможет найти. Для тех, кто захочет продолжать свое обучение, дальше идти в науку, у нас реализуются программы четырехлетней аспирантуры по физике, астрономии, электротехнике, радиотехнике, по педагогическим наукам. И что мы имеем на 2021-2022 учебный год? Мы имеем вот такое распределение бюджетных мест по всем направлениям подготовки. Стоимость обучения также приведена, это все есть у нас на сайте Института физики, вы можете все это посмотреть. И я, наверное, не буду занимать эфирное время, поскольку InstaLife не предполагает, что нужно делать долгую презентацию, и попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Давайте перейдем к вопросам, которые мы изначально подготовили. И первый вопрос, который волнует наших будущих абитуриентов, изменится ли в новом году стоимость обучения? Стоимость обучения объявлена. Она, так, сейчас, секундочку, да, она здесь на экране приведена. Стоимость обучения устанавливается не Казанским федеральным университетом, он устанавливается Министерством высшей школы, науки высшей школы Российской Федерации. Мы не повышаем базовые нормативные затраты и работаем под тем цифрам, которые нам предлагает правительство Российской Федерации. Есть у нас вопрос от граждан СНГ. Проводятся ли у вас Олимпиады для граждан СНГ, в особенности Олимпиада, баллы которой приравниваются к баллам вступительных испытаний? Такой, значит, если имеется в виду Олимпиады для поступления на программы бакалавриата и специалитеты, то специальные Олимпиады для школьников, скажем так, для тех, кто заканчивает среднее учебное заведение, у нас не проводятся. И у нас проводятся Олимпиады, которые проводятся под эргидой Российского Совета Олимпиад школьников. По физике она включена в этот список, и победители этой Олимпиады имеют право на то, что при подтверждении высокого балла ЕГЭ по физике им выставляется 100 баллов при поступлении. Следующий вопрос, который волнует наших абитуриентов, когда в этом году начнется прием документов? Традиционно прием документов у нас начинается в 20-х числах июня. Все будет зависеть, конечно, от той обстановки, которая будет у нас весной. Я имею в виду эпидемиологическая обстановка, но мы не ожидаем существенных сдвигов сроков приема документов в этом году. Так что где-то в 20-х числах июня, обычно это 24-25 июня, мы начинаем прием документов. Позвольте, я процитирую такой длинный вопрос. Хочу выбрать направление информационной безопасности автоматизированных систем. Какой был минимальный балл на бюджет в прошлом году и надо ли сдавать вычислительную информатику? Я начну, наверное, с последней части этого вопроса. Дело в том, что в этом году вступают новые правила для поступления абитуриентов в ВУЗы. Тогда, когда можно выбирать несколько экзаменов по ЕГЭ. Значит, у нас список экзаменов, которые вступительные испытания приведены здесь на слайде. Ну, например, по информационной безопасности вы обязаны будете обязательно сдавать русский язык и математику. Но вы можете выбрать либо физику в качестве третьего вступительного испытания, либо инфокоммуникационные технологии. Либо можете выбрать иностранный язык. Что касается первой части вопроса, напомните, что там было? Какой был минимальный балл на бюджет в прошлом году? Минимальный балл проходной по информационной безопасности был 229. Так, сбился немножко смысле, какой вопрос хотел задать. Давайте поговорим тогда... А, раз уже затронули тему приема, то вопрос... Чтобы поступить на педагогическое направление на учителя физики и математики, нужно сдавать профильную или все же базовую математику? В Казанский университет нужно всегда сдавать профильную математику. А если подавать документы в Институт физики и Институт геологии и нефтегазовых технологий, это будет считаться как подача документов в один ВУЗ или несколько? Как в один ВУЗ. Поскольку вы подаете документы в Казанский федеральный университет, но на разные направления подготовки. Давайте вспомним немножко прошлый год. Какой был конкурс на нанотехнологии и микросистемную технику? Ну, вы знаете, сейчас слово конкурс, оно звучит очень странно, потому что как считать этот конкурс? Ведь подаются заявления, потом эти заявления лежат... Скажем, абитуриент имеет подать право на пять направлений подготовки. Это реальный конкурс или нереальный? На данной технологии по заявлениям, если считать, был конкурс больше, чем 10 человек на место. Это совершенно точно. Но что осталось в конце, когда конкурс уже идет по оригиналам поданных заявлений, там конкурс, конечно, существенно меньше. Он порядка двух. Это очень интересно. Есть у нас еще такой вопрос. Какой список документов нужно подготовить для поступления? С чего начать? И здесь давайте сразу же про дополнительные, скажем, документы, которые дают дополнительные баллы при поступлении. То есть это золотая медаль, и вот это вот все затронем здесь. Все правила подачи документов у нас приведены на сайте приемной комиссии Казанского университета. Зайдите, пожалуйста, на сайт. Есть вкладка абитуриенту. Там заходите по вкладке абитуриент. Вы создаете свой личный кабинет. И это автоматизированная система, которая помогает вам подать все документы в порядке очереди. Там все прописано прямо по пунктам. То есть фактически какой-то элемент искусственного интеллекта помогает вам при подаче всех документов. Мы работаем только с электронной подачей документов через систему электронный университет Казанского федерального университета. Суперсервис. Возможно, в этом году мы тоже подключимся к суперсервису, который вводится в ВУЗы Российской Федерации. Пока в прошлом году подключения Казанского федерального университета к этому суперсервису не было. В этом году обещано, что расширяется этот суперсервис. Мы посмотрим, подключит ли Казанский университет. Но у нас уже на протяжении последних 7-8 лет прием документов идет через личный кабинет абитуриента, который достаточно хорошо себя зарекомендовал, работает. И студенты пошагово могут выполнить все действия с подсказками. Как проходят вступительные испытания для абитуриентов из СНГ? Для абитуриентов из СНГ, тех, кто не сдавал единый государственный экзамен, у нас проводится свое внутреннее, так называемое, внутреннее испытание, которое проводится в таком же формате, как единый государственный экзамен. Уровень заданий примерно такой же. И здесь никакой разницы с теми, кто поступает по ЕГЭ, нет. А что касается программы соотечественники, работает ли она в Институте физики? Да, конечно, работает. Она работает во всем университете. Давайте поговорим немножко о магистратуре в таком случае, раз уж затрагиваем общую тему приема. Как проходят вступительные испытания для магистрантов? Это собеседование, это портфолио? Для магистрантов у нас проводится собеседование. Собеседование включает в себя ответы на вопросы по программе, которая выставлена по каждой направлении магистратуры. То есть проверяется, скажем так, подготовленность абитуриента к обучению в магистратуре Казанского университета. Ну и далее учитываются индивидуальные показатели, такие как опубликованные статьи, участие в каких-то научных олимпиадах и так далее. А что касается международной деятельности, есть ли какие-то программы обмена международных стажировок? В Институт физики работает очень давно со своими партнерами. У нас реализуется программа двойных дипломов по магистратуре с Японским университетом, который находится в городе Конозава. Это программа двойных дипломов по магистратуре в области физики. Существует много обменных программ на уровне бакалавриата. Реализуемость с нашими европейскими коллегами, с чешским университетом, техническим университетом в городе Барно, с финским университетом в городе Турку и с многими другими. Это краткосрочные обменные программы. И также студентам предоставляется возможность участия в обменных программах с нашими партнерами японскими университетами, поскольку мы являемся основным партнером ряда японских университетов в России. А снова вернемся к иностранцам. Можно ли сдавать вступительные экзамены дистанционно, интересуются у нас в чате? Ну, все зависит в этом году, будет опять же зависеть от той обстановки, которая будет. Никаких запретов на дистанционную сдачу экзамена нет, быть не может. Поэтому эта система отработана с системой проктеринга, и здесь я не вижу никаких особенностей по сравнению, скажем, с предыдущими годами. А есть ли какие-то подготовительные курсы для абитуриентов, которые хотят, ну, гарантированно поступить, хотят увеличить свои знания физики? Нет, давайте так, гарантированно поступить… Да, не совсем правильный речевой оборот, я исправился. Есть гарантированно получить знания, да, такие подготовительные курсы есть. У нас есть курсы по физике, по математике. На сайте, опять же, приемной комиссии указаны контакты, где можно получить информацию и как принять участие в работе этих курсов. Так что милости просим. Давайте еще немножко поговорим о такой вещи, как Дни открытых дверей. Будут ли они в этом году в оффлайн-формате и в онлайн-формате, и когда их, собственно говоря, ожидать? Ну, во-первых, в марте у нас планируется День открытых дверей. Мы очень надеемся, что мы сможем его провести. Хотя бы в смешанном формате, то есть мы постараемся организовать это с учетом всех требований в, скажем так, в оффлайн, в фейс-то-фейс формате. Ну, а для тех, кто не сможет приехать, мы организуем это в режиме онлайн. И мы будем продолжать эту серию Дни открытых дверей. Они будут и в апреле, и в мае у нас проходить. Так что, ну, вот формат инсталайф, он тоже предполагает, в общем-то, ответы на все вопросы. День открытых дверей он интересен тогда, когда можно что-то посмотреть, потрогать руками. А вопрос такой, есть ли ограничения по возрасту для поступающих? По закону об образовании Российской Федерации, верхнего ограничения на образование у нас не существует. Так, секундочку. Давайте еще немножко затронем все-таки тему бюджетных мест, их количество и конкретно на каких направлениях они присутствуют, потому что этот вопрос абитуриентов интересует. Ну, у нас традиционно число бюджетных мест более-менее стабильно, оно немножко увеличивается год от года в последние 2-3 года. Это 60 бюджетных мест на направление бакалавриата физика, 50 бюджетных мест на направление бакалавриата радиофизика, и по 25 мест на направление информационной безопасности, новатика, нанотехнологии. На специальность астрономия у нас 25 мест, и на направление бакалавриата ядезия, дистанционная задержания 15 мест. Также по 25 бюджетных мест у нас биотехнические системы, информационная безопасность системы, это специалитет, и педагогическое образование с двумя профилями физико-математикой, все это по 25 мест. Но если вы посчитаете сейчас, то это получается порядка 300 бюджетных мест в институт физики у нас в общем сумме. А есть у нас еще вопрос, который будет касаться проживания студентов в общежитиях, поскольку человек живут в комнатах и вообще где находится общежитие? Поскольку вопрос идет от абитуриентов, то все первокурсники у нас заселяются в 17 дом в деревне универсиады, проживание по 4 человека в комнате, возможно быть комната есть разная, там блочная система, поэтому так сложно сказать, там 4-5 человек бывает. Поэтому все первокурсники, которые поступают на бюджетной основе, у нас обеспечиваются общежитиями. Также большая часть студентов, поступающих на контрактное обучение, также обеспечивается общежитие, большая часть. Но я должен отметить, что нет ни одного университета в России, который бы полностью обеспечивал всех студентов общежитиями, и такого университета в мире нет. А раз уже заговорили про контрактное обучение, затронули такую тему, есть такое понятие, как нижняя грань баллов у контрактников. Вот интересуют эти цифры. Сколько минимально надо набрать? Минимальные баллы, да, они соответствуют тем же минимальным баллам, по которым мы принимаем документы на бюджетное отделение. Это где-то 30, по-моему, я сейчас не помню. На сайте опять же все это есть. 34, по-моему, русский язык, 35 математика, 40 физика. Что-то вот в этом такого. Разница, вот для нас разница между студентом, который подает на бюджетной основе документы, или на контрактный, не существует. Все студенты поступают по одинаковым правилам. Есть ли какие-то привилегии для спортсменов и какие виды спорта развиты? Такой вот вопрос. Привилегии для спортсменов только одна. Успевать учиться. У нас в институте физики, вообще в университете работают по почти 30 видам спорта секции. У нас есть хорошая футбольная команда, есть хоккейная команда, есть другие виды спорта, которые развиваются в нашем университете. Здесь, опять же, я бы не говорил, что это есть институт физики, там другой какой-то институт. Мы живем в одном большом университете, и студенты института физики имеют возможность пользоваться всеми возможностями, которые есть в Казанском федеральном университете. Что касается иностранных языков, какие языки преподаются? Может быть, помимо английского что-то? Основным языком иностранным для физиков является английский язык. Есть возможность, если человек обучался в школе на французском или немецком языке, продолжать изучать этот язык. Но поверьте мне, что для будущей работы в области физики, математики, информационных технологий, все-таки английский язык является просто обязательным. Но у нас есть студенты, которые изучают, например, вдобавок к английскому языку, второй иностранный язык. Студенты, которые обучаются на направлениях, связанных с информационными технологиями, например, у нас изучают японский язык, поскольку они могут работать в компании ICL, КПУВС, это крупнейшая компания в Татарстане, которая занимается разработкой и программного обеспечения, и соответствующих продуктов, и является фактически дочерней компанией Fujitsu, и японской компанией Fujitsu, и многие стажировки, которые предполагают присутствие студентов в стране восходящего солнца, они требуют знаний все-таки японского языка. Вообще в Казанском университете изучается множество языков, вы можете дополнительно изучать и китайский язык, и корейский язык, и другие совершенно языки, если того требуют ваши дальнейшие планы на работу. Так, здесь есть такой вопрос вдогонку про иностранные языки, пока не закончили. Английский язык изучается с нуля, ну то есть есть возможность для людей с самым минимальным уровнем? А проходит ли обучение в лабораториях Института физики студенты подготовительного отделения? Да, конечно, проходят студенты в тех же учебных лабораториях, что проходит обучение студентов Института физики. Какой минимальный балл для того, чтобы оказаться на бюджетной основе на программу астрономии? Я не могу сказать только по результатам прошлого года. По прошлому году минимальный балл был 198. Это сумма трех экзаменов? Сумма трех экзаменов, да. Но я еще раз напомню, что в этом году абитуриенты могут выбирать третий экзамен на некоторых специальностях, который они могут выбрать себе, где они имеют больший балл. Поэтому в этом году, скорее всего, проходные баллы будут чуть-чуть повыше. Ну, на самом деле, это тенденция, которая присутствует с каждым годом. Большое спасибо вам, Дмитрий Альбертович, за такие подробные ответы на все вопросы. Я надеюсь, что абитуриентов их больше не осталось. А я напоминаю, что это был Инсталайф с Институтом физики. Это был прямой эфир для абитуриентов. Смотрите Инсталайф и задавайте свои вопросы. Подключайтесь. Впереди еще много-много всего интересного. Впереди еще много-много всего интересного.